На сегодняшний день фонд библиотеки поселка Совхоз имени Ленина, который в этом году отметит 60-летний юбилей, насчитывает более 12 тысяч экземпляров. Разные жанры художественной литературы и книги по всем отраслям знаний, периодические издания. Фонд обновляется регулярно и буквально на днях на полках появились новые книги. Среди читателей представители разных поколений, профессий и социальных слоев. 27 мая в день библиотек здесь провели необычное мероприятие. В нашей библиотеке проходит акция, которая называется «Читательская ленточка». Акция состоялась впервые. Читателям предлагалось завязать на деревце ленточку определенного цвета в зависимости от предпочтений в литературе. Эта акция поможет выявить, какую же литературу требуют наши читатели. И вот в результате этого можно, конечно, что-то комплектование изменить по-другому. Если какая-то литература не пользуется спросом, то мы не будем комплектоваться, наверное. Сергей Оленин записан в эту библиотеку с 1957 года. Последние два десятилетия его привлекают стеллажи с исторической литературой и мемуарами. И здесь выбор, по мнению Сергея, большой, в отличие от периодики. Вот несколько лет читал один из лучших, может быть, даже лучший российский исторический журнал «Родина». Была подписка. Вот с января этого года нет. Не знаю. Вот сейчас поеду, наверное, по другим библиотекам искать. Может, в Москву где-то там читать дадут. Ученики шестого класса местной школы, участвуя в акции, выбирали книги о спорте, фантастику, приключения. Мне очень нравится читать. Я люблю фантастику, классику. То есть я недавно начинаю читать. Голова профессора Доуля взяла Беляева. Люблю классику. Там Алую Паруса прочитала уже. Дубровского мы читали. И уроки французского. Карина, которая, кстати, стала победителем конкурса «Самочитающий ученик», повязала ленту, которая соответствует классической литературе. Я читала, не знаю, сколько книг, но очень много. Я так люблю классику. Это, например, Пушкин и Дубровский. И Лермонтова. Стихи его люблю. Эти ребята заглядывают в библиотеку часто. И не только за книгами. Они – постоянные члены киноклуба «Киношники». Школьники не только просматривают вместе фильмы, а руководитель клуба выбирает картины с глубоким смыслом и содержанием, но и обсуждают их, высказывают своё мнение. Фильмов 10-15 мы посмотрели за год. Это точно понравилось больше всего то, что в конце фильма мы, во-первых, интересные фильмы смотрим, познавательные, не фантастику, а обычные такие старые фильмы. И в конце мы делимся эмоциями от этого фильма. Благодаря данному киноклубу наши дети начали высказываться, рассуждать, отстаивать свою точку зрения, даже спорить. Поэтому нам очень нравится посещать данный клуб. Я думаю, что приносит огромную пользу для воспитания учащихся моего класса. В течение всего учебного года в библиотеке проходит большое количество мероприятий для школьников. Встречи с писателями, викторины, конкурсы. Интересная программа продолжится и на летних каникулах. Татьяна Акимова, Александр Ильин, Елена Кошелева, Видное ТВ.